Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает крайне насыщенная торговая сессия, учитывая количество макроэкономических отчетов. Начнем день с данных по индексам дела активности производственного сектора Германии и Еврозоны. Эта статистика будет опубликована в диапазоне 8 и 9.00 по GMT. Далее в 9.30 будем ждать данные по активности в сфере услуг и производственного сектора Англии. В 13.30 после этого – роничные продажи Канады. Также в 13.30 по GMT – традиционное время для публикации еще и макроэкономической статистики. И сегодня традиционный день для выхода первичных заявок на пособия по безработице. Я думаю, вы помните, что в последнее время участники рынка стали активнее реагировать на этот релиз, потому что, по сути, он подсвечивает состояние американского рынка труда на еженедельной основе и позволяет несколько порассуждать относительно перспектив действий Федрезерва по монетарной политике, учитывая то, что для него имеет очень большое значение общая ситуация на американском рынке труда. В 14.45 по GMT еще более важный отчет – это индекс активности производственного сектора в сфере услуг США. Пожалуй, этим релизом я сегодня отведу статус самых основных в макроэкономических и статистических данных. И уж точно эти отчеты смогут стать источником повышенной влатильности доллара. В 15.00 по GMT выйдут данные по продажам на вторичном рынке недвижимости. И закрывать торговую сессию будет выступление голосующего члена, американского регулятора Патрика Харкера в 20.15 по GMT. Поэтому, по сути, каждый час будет на что обратить внимание. Я советую вам, друзья, контролировать риски, следить за загрузкой депозитов. И, конечно же, ни в коем случае не злоупотреблять плечами, потому что даже на текущем рынке, когда мы так активно обсуждаем будущее действие Федрезерва, нужно осознавать, что если на повестке экономического календаря нет суперзначимых отчетов, нужно всегда помнить, что отдельное заявление какого-нибудь представителя Федрезерва может стать источником очень серьезных движений, спровоцировать этот рост волатильности. И, может быть, с одной стороны, либо усилить трендовую динамику, либо радикальным образом изменить рыночное настроение. Ну, вот такой сейчас рынок. Теперь давайте по порядку. Индекс доллара 103.82. В целом, можно сказать, что американская валюта продолжает консолидироваться в районе 104 пунктов. Опубликованные протоколы накануне не привнесли чего-то нового. Ну, мы, собственно, и ожидали то, что, скорее всего, услышим то, что давно известно, что ставка, да, достигла своего пика, это и вижу понятно. То, что базовым сценарием не является снижение ставки на ближайших нескольких заседаниях американского регулятора, и то, что все будет зависеть от макроэкономических данных. Ну, напомню, что протоколы – это, скажем, документ, который уже полностью устарел, потому что после последнего заседания американского регулятора было очень много отчетов, прежде всего, инфляционных данных. И уже на их основе мы с вами попробовали пойти дальше и пришли к выводу, что на текущем этапе американский регулятор имеет очень много оснований и вводных для того, чтобы не торопиться с смягчением американской монетарной политики. Очень сильно изменилось мнение представителей Федрезерва. Это видно в оценке вероятности снижения ставки и в количестве раз этого снижения, на что может пойти Федрезер в рамках 2024 года. Потому что еще в начале января на рынке обсуждали, что ставка может быть снижена более трех раз. Сейчас консенсус прогноз предполагает, что снижение может быть только дважды. И в целом ориентируется на то, что при самом оптимистичном развитии событий американский регулятор снизит ставку в этом году на 1%. Это в два раза ниже, вдвое ниже, чем прогнозировалось еще в начале декабря, когда эксперты были абсолютно уверены, что ставка в этом году будет снижена на 2%. То есть посмотрите, как сильно меняются настроения. Это, в свою очередь, является реакцией на те фундаментальные отчеты, которые выходят. И я советую вам тоже не игнорировать макроэкономическую статистику. Сегодня будем ждать данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Я ожидаю, что мы 100% увидим значение ниже 220, что позволит нам говорить о прогрессии рынка труда. И индексы активности в сфере услугопроизводственного сектора, может быть, значения будут ниже, чем 2 месяца назад. Но все равно оба сектора останутся выше 50, то есть в зоне роста. Поэтому я рассчитываю на то, что доллар сможет получить дополнительную поддержку. По золоту 2028 долларов за тройскую умсу я по-прежнему сторонник того, что потенциал снижения все еще есть. И самый главный аргумент – это продолжающийся рост доходности американских облигаций. Если бы сейчас и доллар подрос, то, конечно же, вот эта комба доллара и трейжерис было бы фатальным для золота, и мы бы наблюдали, скорее всего, уже котировки поближе к уровню 2000 долларов за тройскую умсу. Пока не изменится ситуация на рынке казначейских трейжерис, я не откажусь от идеи шартов по рынку драгоценных металлов. Евро против доллара 1,0830. Вы знаете мое отношение к евро, я скептик. Я не вижу оснований для роста и считаю, что евро будет позиционным под давлением. Раньше заходил с оценки перспектив европейской монетарной политики. Надеюсь, вы помните, что в текущих условиях Европейскому центральному банку практически необходимо начать смягчать монетарную политику, может быть, даже раньше, чем другим регуляторам. И вчерашний доклад правительства Германии по темпу экономического роста уже на этот год Германии ожидается, что экономика в лучшем случае вырастет на 0,2%. Причем три месяца назад правительство Германии прогнозировало то, что рост составит 1,3%. Посмотрите, во сколько раз был ухудшен прогноз. Сегодня индекс активности производственного сектора и сферы услуг я не ожидаю хороших цифр, поэтому в целом не грамм. Я не удивлюсь, если сегодня евро снова начнут активно продавать. Доллар иена пока в соответствии с нашим прогнозом. Мы ожидаем дальнейшего восстановления. Сегодня, правда, немного будет ликвидности тех, кто торгует иеной, потому что в Японии День императора, праздничный банковский выходной. Поэтому в целом помним, что контраст монетарных политик это основной попутный ветер для данного дуэта активов. И, соответственно, будем пока придерживаться этой идеи. Доллар канадец 1,3484. Сегодня выйдут данные по розничным продажам. Я ожидаю еще один блок слабых отчетов, особенно после резкого снижения инфляции. Этот релиз мы разбирали накануне. И это может оказать дополнительное давление на канадский доллар. Также я пока что в коротких позициях по рынку нефти. 82,20 текущей котировки. Вчера ориентировал вас на то, что нужно дождаться официальный отчет по запасам нефти. Но здесь была небольшая оговорка. Точнее, она была сделана из-за того, что я ориентировался на экономический календарь Фэкстрит. К сожалению, там была ошибка. Да, действительно, из-за выходного дня релизы публикуются с смещением на одни сутки вперед. Поэтому сегодня выйдет отчет от администрации энергетической информации. Поэтому вчера вышел отчет от Американского института нефти. В соответствии с прогнозами запасы сильно выросли. Официальные данные сегодня также могут это подтвердить. Поэтому думаю, что нефть может оказаться под давлением. И это, кстати, может усилить распродажи канадского доллара. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.